Приветствую тебя, любитель шестой цивилизации! Это продолжение моего ФФА-сериала в дополнении Rise and Fall, в котором я играю за Мапуча против семи соперников! И все нации как раз из дополнения. Зулуусы, Шотландцы, Корейцы, Кри, Грузия, Монголы и Нидерланды. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Переходите, это минутка юмора. Знаешь, Арчи, сколько в Улунге урана? В столице Зулусов три источника урана. Это типа намек на нацию. Ну? Сколько? Три источника в столице, в одном городе. И нефть, кстати, нормально. Не знаю, это мне может повезло. У меня две было. У нефти не так много. У меня тоже две было. Слушай, раньше, блин, одну словить это было отлично. Не, ну у меня территория какая-то. Даже бывало и на такой территории, как бы. Ну, у меня, кстати, на земле не было. Все на воде были источники, на суше не было. Ну вот, я и про это же. А, нет, вот есть на земле, но в пустыне, ну так, город он был просто. Вот, зачем мне столько армий? Это у тебя столько армий, так это у тебя с этой, с водной, правильно? Ну, конечно. Ну, а у меня на пятьсотку меньше, это все наземные. Ну, в эпоху ядерок она уж особо не нужна, наверное. Хотя распускать ее тоже спорное решение. Субтитры сделал DimaTorzok с демократией да неплохие такие пути сейчас еще в коммунизм карточку поставим торговые неси 66 внутренние союзника 6 чего науки культуры 666 пищи 6 промки но это же такое но я бы не сказал у меня города уже давно в лимит уперлись не строить пригорода денег демократии у меня 21 жителя 39 жилья демократии всегда так деньг хватает на содержание всего ну вот и мне даже плюсик мне больше не надо что мне зачем не было армия есть все есть живем впритык денег нет мы держимся а там внутренний прокат демократии 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сколько там промоков у тебя в столице? За сотку? Прошу прощения, я вернулся А ты что, можешь видеть, да? Да нет самом деле есть столько ядерок можно минус 20 не части получить там же помпо минус 1 за каждую и кстати губернатора смогу зулуса убрать при попытке спровоцировать то ли тебя есть люди провоцировать есть у него пригороды у него нет уже есть 3 давайте провоцировать тогда я где-то еще археологы в двух музеях археологов нету не нифига работает венецианка может вчера как-то я плохо уже тоже соображал на все грани немножко армат линкоров чуть-чуть так а что-то в аэропорту это последнее здание да больше тут нечего строить тогда давайте бомберы начнем я возьму карточку чтобы быстрее всего было здесь аэропорт здесь долго тут еще в петро городе и алюминий появился но пустой клеточкой без холма не будем ничего брать тут что тоже не интересно вот это надо там ядерную гонку еще возьми возьми пока в игре небольшое затишье спешу напомнить что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии консул war.ru в параллельном мире на землю напали рептилоиды и только консулы игроки из нашего мира управляя через канал связи колониями людей смогут победить проклятых рептилоидов на моей памяти первая браузерная игра в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промо кодом лёша играет и кстати еще обратите внимание помню раньше к этому моменту уже невеликих ученых невеликих инженеров обычно не бывает торговцев точно не бывает на кстати я увидел цену 1250 там за что там я хотел нужно купить кого-то то ли это ученый был то ли оказалось ну да что цена вроде увеличилась и хоть по очкам сейчас же эпохи медленно мы сейчас в новом времени и следующая эпоха будет только через ну самое раннее через шестнадцать ходов когда мы уже этот весь мир в общем сгорит проект манхэттен строить теперь не тормозя вот войти в городе очень чем я раздражает плашка города то есть я постоянно не могу в него с первого раза попасть в зайти ведь мне открывает экран губернаторов экран лояльности все что угодно так и у меня уран тут тут где-то еще было вроде ну и надо поленки дает ура холодная холодная война можно после демократии холодную войну взять еще в ядерке то успевает выйти вот прям сейчас я наверно успеваю но у меня их явно будет меньше чем у кри варварский линкор нормально ты опять лейден захватил обратно пока конечно механика лояльность очень понятно потому что тут она как-то у нас не особо работал варварский линкор и на хиерархи of the major поэтик субстанцис пласт войс а woman to be treated differently на строительство и здесь ставлю на строительство воздушных юнитов да кстати что с производством я же улучшил и не посмотрел 123 да вот это производство это красиво так что у нас там ядерки запускает самолеты и шахты подлодки блин недовольство началось надо чем-то поторговать монгола ничего нет видимо я с ним торгую у кри серебро есть и у меня ну и все и и и и и и Продолжение следует... Так, куда нам беспорядки? Надо кри отправить. Вот тут. Нет. Ну да, тут. Строители. Завершён. Электростанцию ещё можно построить. Семь ходов. Банк. А здесь, в этом развлекательном, ничего нельзя больше. Так, игрательное право открыто. Мы пошли по полудную войну. Может, юнитов? Рыцари. Курдизаст, ты серьёзно? Нолик добавь, тогда ещё можно будет поговорить. У тебя нету танков, поэтому только до кавалерии апается. Ладно, давайте, конечно, строить военную академию, чтобы можно было... Хотя тут уже армия не особо важна, а тут скорее всё будет в атомной пыли, в ядерном пепле. Не обманешься. Продолжение следует... Так, ну что, попробуем... А, это снижает, это больше... Видите, больше не партизан нанимает, а просто снижает лояльность. Ну, мы вряд ли тут можем что-то с лояльностью сделать. Не, ну можно попробовать, только не в столице, а вот вместо Васиси. Блин, бы туда посадил, значит. Поехали! Поехали! Продолжение следует... 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 Прикольно... Войну Золотого Века можно на следующий ход после обвинения кидать... И там написано штраф незначительный... Что для современной эпохи вообще... Продолжение следует... 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 ты мне уже губернатора два раза отправил отдыхать в нагло да это стоит того чтобы проиграть игру если мы с грейм за тебя возьмемся поверь мне ты быстро исчезнешь с этой карты но у тебя был шанс за него взяться так ты за меня возьмешь с грейм за тебя не я за тебя а мы вдвоем за тебя возьми что ты как-то ослабишь своего главного соперника в каком месте я тут тебе соперник она не нужно убираешь грей твоими руками убирает твоего помощника и потом спокойно тобой занимается а так у тебя есть помощник от которого ты имеешь бонусы но при этом ты его хочешь убрать про это я бы не хочу убрать я говорю если ты на меня нападешь там начнешь мне что-то не вопрос атаку я верю что типа воем на меня нападете сейчас но я считаю что артистный простенький от игры ему сейчас нужно грей победить чтобы выиграть вообще все партии проблем в том что 15 городов захватывать на таком этапе это очень долго я стану не единственным противником и ядерки кидать это очень проблематично ребята я знаю как оно бывает когда у тебя минус 20 в каждом городе и в ответ уже прилетит неизбежно 15 городов не успеть захватить прежде чем я построю сколько-то ядер ну грей ну наши условия не кидаем ядерки если мы не воюем друг с другом ты же понимаешь то есть если не сейчас на следующий ход объявляешь войну то мы кидаем ядерки так что если я на тебя нападу то ты можешь меня кидать ядер а в чем смысл соглашения то есть если ты нас лечим вот даже на этот ход объявляешь войну и кидаешь ядерку то мы о чем договорились не ну я про то что ты сейчас приплывешь корабликами скажешь мы уже договорились ядерками не кидать я вот сразу же не было то есть либо воюем так либо соответственно договариваемся не договариваемся вот вот хитрая жопа да тем более я не собирался на тебя нападать зачем мне делать с одному я могу забрать один город с воды и все бессмысленно но фишка в том что грей может флота там своих подлодок обстрелять все четыре основные города арчи они крупные фактически арчи теряют очень многое могу и четыре города обстрелить тут очень сысло в том что он приплывает под лодками с ядерным оружием кидает их на твои четыре города и все ну то есть я в любом случае кинуете ядерки если мы не заключим это соглашение на все твои города конечном итоге этим закончится ладно окей давай закричать будь чтобы по моему сейчас арчи просто отдает победу грею развязывает ему руки вот часто откровенно я думаю не знаю тут очень долго ну не очень долго но намного дольше чем в пятерке улетаешь по улетаешь в космос тем больше всю виду сначала надо ну эти ракетостроение арчи открыл арчи открыла ракетостроение то сейчас сейчас начнется постройка космопортов и улет между прочим и он же короче грей я так понял что арчи хочет очень быстро улететь в космос потому что он взял великих людей на как раз на бонусы к строительству сколько великий человек стоит на вот этому цену подняли конечно я еще ни одному великого человека не взял увидел лишь сколько стоит великий ученый на плюс сто процентов да ну вот я про это же и говорю тысячу и еще 685 очков это правильно но тут проекты нормально дают и сейчас проектами возьмет этого я вот уверен что он два-три хода ему осталось до этого ученого он ракетостроение единственный кто открыл явно сейчас строит везде сейчас я гляну где он строит космопорты нет нигде не строит но я думаю что этот опять же вопрос одного хода и он будет улетать час по по космосу за один ход космопорт нет вопрос одного хода начала строительства следующим ходом начнешь строить а так как у тебя больше всех производства явно чем у нас он берет этого классного чувака на плюс сто процентов ну и плюс сейчас этого инженера пропустят явно все и там тоже будет на на космос ну да так что план план арчи очень простой ни с кем не воевать улететь в космос ну мы с арчи уже соглашение заключили я могу честно сказать что я буду я примерно такой же план но он не успеет просто у него нету три таких классных города как у тебя кстати дам арчи пера будет бросать ядерные ракеты он покидал первую любом случае на ему не успел меня убить а ему не надо кидать ему сейчас как раз у меня уже три есть ракета вот я уже мог начать это делать у меня бы шансы на победу если кидать надо 30 мне чтоб сразу и на лёшу и на тебя тогда да и причем это ну потому что сколько у тебя городов сколько у него городов таких хороших но если кому-то если меня начинать ядерную войну так это против вас двоих одновременно и чтобы это в один ход был по другому я смыслами выживать я хочу с тобой друзья почему ты постоянно пытается меня як отличный подожди я всю игру тебя лучше ни разу не говорил что я с тобой хочу воевателя я сказал если ты на меня скинешь ядер предыдущие предложение опять было то что кидайте на меня ядерки ты об этом говоришь постоянно с тобой 2 я получаю офигенные бонусы и ты от меня получаешь янные бонусы торгуя сам эти караваны пуская пойми от войны с грэм выиграешь только ты корди зас и не в обиду ему сказано конечно будет я думаю уже тут не особо повлиять может быть так я же тебя не прошу объявить войну грэй или что я грэю объясняю как ты собираешься побеждать я точно не буду если грэй на тебя нападет я точно не буду на тебя нападать если ты на грэя нападешь я точно не на тебя не буду на по и на грэя не буду нападать хотя у нас грэмкать и война сейчас до сих пор но это ты присоединился там события это кстати флот освободился давай иди захватываемые города самое время почему бы нет парочку сжечь плюс 20 процентов на 10 ходов нормально круто как раз для космической гонки джэмкать Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот видите как ядерное оружие действует на игроков только что хотел военные учения на проводить а тут союзик мы сейчас у меня есть кстати к нынче сошел посидеть просто до конца и 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 Так, технология скрытности, потом надо все-таки космопорты начать тоже строить. Ну, вот я тут могу космопорт построить, раз, два, три, да, вполне, смотрите, какие у меня тут самые производственные города, пелен мапу. Ну, нифига себе, какая карточка привелась. Краем. Ну, то, что арчи принес. Удар, возьми, ездим. Кольная война не тревога, она горит с смертью. И поставим коммунистическое наследие. Так. Это вот это сейчас, как поменялось политическое наследие, то есть теперь это карточки. Создание воздушных юнитов, скидка на улучшение юнитов содержания, да. Тут что-нибудь новое появилось. Морских юнитов. Каждый посол двойной эффект. Нет, все остальное все никак есть. Против морских юнитов будет. Ну, давайте преоборотник его возьмем. Да, и тут я хотел купить аэропорт 1200. Следующим ходом купим. Хотя, если от следующего ходом я уже апну бомбардировщики. Курдизас, посмотри, ты не можешь инженера сейчас забрать бесплатно? А у него нет. Ну вот мы же все пропустили инженера. То есть, неужели мы теперь никогда нового инженера не возьмем? Да, вы никогда больше не возьмете нового инженера. Здорово. Кто был последним, признавайтесь. Ну, Зулус, очевидно. Ну да. Зулус, очевидно. Залейте пакости, все мелкие. Какие пакости? Ну, только что, что-то было. Почему ты пакости? Забрал себе город. Ну, это же пакости. Да почему это пакости? То есть, когда ты у меня Стокгольм перекупал, это норм? Я отправил туда ровно 6 послов для бонуса. Не надо сравнивать даже близко. А, я в плане того, что я с Узереном. Ну, тут я... Да, извини, я что-то автомат... Ну, там было написано 8, я автоматом отправил 8. Я согласен, что я мог просто 7 сделать, чтобы было ровно. Тут я согласен. Ничего не буду говорить. А ты бы мог и 6 сделать, как-нибудь? Зачем тебе ровно? У нас с тобой в войне. Если я сделаю 6, то он ничего давать не будет. В войне. Да, это... Это я не знаю, насколько увеличили количество стоимость. Намного, по-моему. Вот этих ученых. Информационные эры. Там не то, что ученых. Там всех великих людей информационных. Смарины торговцы. Ну да, ты еще. За плюс 10 туризма и 1685 очков, пожалуйста. Спасибо. Сейчас очки эпохи вообще не за что получать. То есть, что надо делать, чтобы получать очки эпохи. Великих людей брать, например. Воймать. Ну да, то поймать стается. Так, дальше пойдем. В космическую гонку, видимо. Надо... Космопорт... Будет в певин-мап устроить. Будет в певин-мап устроить. Поэтому я не хочу тратить... Золото... На это дело. Блин, раньше ждал запуска... Скурить всю карту, а теперь... Благодаря этим союзам... Вся карта видна. Вся карта видна. Вся карта видна. Вся карта видна. Ну, это только со мной. Если только с тобой. Общего вида нет теперь. Общая видимость только у этой нас. Да, только у Кри. Да, точно. Да, блин. Так, тут аппины. Тут аппнули. Может, я стук армии настроил, что даже явно не сумеет аппинать. Лаборатория. Следовательские гранты. Ну, ученого берет, конечно. Может, следующий будет прикольно. Лаборатория. Болота. 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 Можно была не о Naturally. Паппинать. Болота. Ну просто если придёт сейчас нападать на меня Зулус, как он обещал, приплывёт Хотя я не знаю, ему дебильнее всего вот сюда плыть, в принципе А нету нефти у... нету Скажите, а уран? У меня вроде был уран Я где-то не увидел уран тут Ну это не на его территории, но он может купить клетку Вот на его территории, странно Причём у него нету в... Всё, всё, я уже больше писателей никуда не могу Вон и на пире Три хода это долго, поэтому перебрасываем в город Так, какой был самый выгодный? Инквизиторы даже в этой эпохе стоят просто восемь ствер Как религиозно сейчас побеждать? Ну, через дружбу не получится, только через Великую ощущающую войну Уэнте-мапу Уэнте-мапу, эль-мапу, звать В поле, мазу Черепахи По-моему, это У меня единственный источник, источник на планете Черепашек Уэнте-мапу Да, сто процентов производства, это круто Ой, я чё, я в лазеры пошёл Ничего себе там зениток О, Арчи, у нас третий уровень союза Да-да Ну и что он дать теперь? А, 10% культуры Ну, уже поздновато как-то, 10% культуры Я от тебя получаю 18,3 культуры А ты от меня Я провожу столько, подожди Ну, а нейтрализация теперь дольше действует Или там это какой-то перк Ну, сейчас губернатора выбили, он 10 ходов будет Так это может этого Виктора, который А, нет, подожди 10 ходов, может, не от эпохи зависит Слушай, Арчи, так ты так и не начал Космопорт строить? Космопорт строить? А, не, вижу, вижу Есть космопорт Один? Ну вот, один, похоже Ну, всё на войну Бюджет Там Грейт ко мне двигается, я смотрю Где? В сторону полянки Слушай, тебе неприлично лояльность Или это так, манёвры А, у меня же ещё Курдизаз плюс 5 силы дал, точно Кстати, да, спасибо Как где-то... А, эти юниты, так они простоят Они распределены равномерно по всей империи Пролеки-то откуда-нибудь Слушай, не забыл, я же кушаю А, эти юниты, так ты что откуда-нибудь Слушай, не забыл К estimates Пару Теперь, конечно Кушаю Как в бой Слушай Кушаю 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 кто это куражится я захочу карпаген он просто союзник с улуса и воевал со мной а бэрт кем-дон-то ворк прикольно конечно я всех губернаторов им поудалял правда вот кри уже возвращаются постепенно так и надо сейчас не забыть переключить на на космопорт открытие так восстанавливаем все вот еще 500 этого заберу явно я восемь ходов до начала следующей эпохи мне девять очков надо уже из уст и не обещал приплыть городам и захватывать я плавал далеко просто нефиг вот те делать реально так давайте мы пробуем море контролировать получится ну в общем сам так и есть куча флота есть и делайте на них а тут человек захватывает на бешке слайд послов мои зверенские города еще и участвует в событии против меня какой-то и и губернатор в тебе играем просто средоточие зла им сказал ты зайди в дипломатии посмотри на эту добрую рожицу моего лидера лаутару так нифига себе я так сейчас заменил это же они в книге столицы но все равно вы с арчи достаточно близко был были на старте мы да ну видишь между нами горы такие и проход по две клетки то есть я там поставил просто двух пикинеров и все а вот что себе думал кореец я ну кореец новичок просто был ну может должен был напрячь этот военный лагерь твой как минимум а он вообще помню там грозился он никакой армии не строил в итоге ну если он хотел просто строится ли о чем речь что хотел просто он ждал выйти у рысари и просто их построить уже говорила о полах понял понял так мы че так не увидим события на ядерное оружие ну кинь на кого нибудь че ты ну я могу заход туда до улетания кинуть с кого нибудь если у меня получится конечно ну по идее ты должен первый успевать ну п с с с Продолжение следует... 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 а где-нибудь можно посадить общий доход от всех торговых путей думал золото вход посадить но там нифига нету сужать и от технология общества будущего вот это последняя цивит он как один раз дает или каждый раз когда изучаешь что по идее можно все-таки прокачать губернаторов не это цивик можно завершить несколько раз губернатора ты получишь нужно проверить это проверять кажется каждый раз и будет давать загляните на console war.ru воспользуйтесь кодовым словосочетанием лёша играет а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры